Говорит Псков Главный утренний канал нашего региона В период ограничительных мер Третий археологический сезон Археологов в усвятах Новые находки Что узнали историки о прошлом поселке Которому в этом году исполнилось тысяча лет Надежды на то, что коронавирус отступит Не оправдалось И все человеческий фактор Люди не берегутся, не делают прививки И вот федеральная власть Вносит новые серьезные ограничения Практически на все сферы жизни Нам в очередной раз надо пережить этот период О том, как его пережить Шла речь на брифинге С участием председателя комитета по экономике И инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева Председателя комитета по социальной защите региона Ольги Евстигнеевой И исполняющего обязанности Председателя комитета по образованию Андрея Ермакова Андрей Михеев начал свое выступление С информацией о том, что должен знать гражданин Который захочет отобедать в кафе Или в другом учреждении общепита Гражданин, желающий посетить объект общественного питания Должен предъявить QR-код Либо справку о перенесенном заболевании И безусловно, чтобы работники общественного питания Могли удостовериться Потому что действительно этот QR-код Принадлежит данному конкретному человеку Этот гражданин, желающий посетить общепит Должен подтвердить свою личность Учитывая, что информация в QR-коде Содержится в данной о паспорте То, конечно, таким документом может являться паспорт Для подтверждения личности Конечно, более всего обеспокоены ограничениями предпринимателями Очередная волна коронавируса, казалось бы, не ставляет никаких надежд Предприниматели считают, что в первую очередь Пострадают сферы общественного питания и туризма На втором месте сферы торговли и услуг Также значительные убытки Понесут, по их мнению, рынки транспорта и развлечений Каждый пятый предприниматель считает, что все Без исключения отрасли пострадают Как федеральная и региональная власть собираются помогать предпринимателям? Да, основные меры федеральной поддержки были озвучены еще на совещании президента с членами правительства Буквально вчера тоже Минэкономразвития России доводил до регионов оперативную информацию касательно этих мер поддержки То есть на сегодняшний день проекты нормативных правых актов подготовлены Ожидается их рассмотрение и утверждение на заседании правительства Которое ближайшее состоится в этот четверг Напомню, этих мер основных поддержки две Первая – это так называемые гранты на выплату заработной платы Аналогичная мера поддержки была в прошлом году Когда предприятия, индивидуальные предприниматели из перечня пострадавших отраслей Могли путем подачи заявления в налоговую службу После одобрения такого заявления Получить средства на расчетный счет В объеме из расчета один мрот на одного работника Предполагается, что в этом году эта мера также будет похожим образом реализована То есть это выплаты, по сути, на заработную плату, исходя из одного работника за ноябрь Перечень таких отраслей пострадавших сейчас формируется В проекте такого федерального нормативного правого акта фигурируют Опять же, те сферы, которые попадают под ограничения в большом количестве регионов Поскольку это федеральный нормативный правого акта Сделать под каждый регион индивидуальные условия, конечно, не представляются возможным Опять же, это те сферы, сфера развлечений, отдыха, досуга Это сфера культуры, это сфера туризма, гостеприимства Это сфера, в том числе, рассматривать возможности общественного питания Окончательное решение, как я сказал, будет принято в четверг И вторая мера поддержки, которая тоже уже была реализована Была реализована в этом году, летом Это так называемая программа ФОД 3.0 То есть это достаточно дешевые кредиты под 3% Которые могут взять предприятия из перечня одобренных банков Соответственно, на льготных условиях В течение 6 месяцев по таким кредитам предполагается Ну, то есть не происходит никаких выплат по этому кредиту А потом в течение года, в течение 12 месяцев Разными платежами предприятие гасит этот кредит Соответственно, ну, здесь базовое требование Чтобы ставка по концу действия кредитного договора такая и осталась 3% Это сохранение численности занятых данной организации На уровне 90% от момента, когда взят кредит Это что касается федеральных мер поддержки Если говорить про региональные меры поддержки С учетом вот тех дополнительных ограничений О которых мы говорили сейчас по поручению губернатора Прорабатывается этот вопрос Для таких, в первую очередь, сфер, которые с этого понедельника Под прямой запрет под ограничение деятельности подпадают Это детские игровые комнаты, детское дополнительное образование Рассматриваем сейчас различные варианты Возможно, это будет механизм аналогичный, как был реализован в прошлом году Это снижение налоговых ставок для этих организаций С такими видами деятельностей по региональным видам налогов Либо по спецрежимам Я уже говорил, что причиной наших проблем в период инфекции В основном являемся мы с вами В магазинах, на транспорте Многие люди находятся без масок А если и носят, то на подбородке Прямое пренебрежение мерами безопасности Особенно со стороны молодежи Меня это особенно беспокоит Комитет по экономике регулярно проводит рейды Вместе с полицией по торговым точкам, чтобы выяснить нарушения Действительно, мы также, как и полномоченный орган В сфере контроля за соблюдением этих ограничений В сфере торговли, в сфере общественного питания Регулярно проводим такие контрольные мероприятия В том числе с органами полиции За что им отдельное спасибо В качестве примера, если взять октябрь Мы провели больше 100 совместных рейдов При этом по итогам их был составлен 51 протокол Практически в 50% случаев то или иное нарушение Чаще всего это нарушение масочного режима Мы, к сожалению, все это видим Некую расслабленность Такие нарушения выявляются Поскольку ограничения в указе касаются Как организаций самих То есть, например, торговый центр Они должны обеспечить соблюдение посетителями Определенных условий Соответственно, эти протоколы Могут составляться как на физических лиц, нарушивших Какие-то положения указа Так и на должностных лиц И на юридические лица Практика разная Могу сказать, опять же, из опыта Тоже буквально недавно В сентябре, октябре У нас суд вынес решение Тоже достаточно, на мой взгляд, существенные все-таки штрафы На два торговых центра Наверное, не буду их называть Все-таки Достаточно новые На завилище находится, так скажем По 50 тысяч на каждый Ну, все-таки сумма такая уже достаточно существенная Ну, могу сказать, все-таки Это действительно, на мой взгляд, стимулирующая мера Потому что вот тоже своими глазами Буквально на выходных видел В одном из торговых центров Как уже охранник ходит Вот с пачкой масок То есть, в принципе, даже Каким-то посетителям особо Да, он пытается их раздавать Чтобы в очередной раз Как бы потом в результате контрольных мероприятий Этот штраф не был наложен Именно на юридическое лицо Есть также отдельный пример Вот просто недавно общался с коллегами Из комитета по культуре тоже В отношении арендаторов отдельно Да, в торговых центрах Вот те же детские игровые комнаты О которых тоже я сегодня говорил Сейчас, которые будут под ограничениями Но для которых Прорабатывают специальные меры поддержки Тоже в сентябре Индивидуальные предприниматели Занимающиеся таким видом деятельности Тоже судом было отштрафовано на 40 тысяч Да, то есть, ну, такие штрафы Достаточно все-таки значимы Поэтому, конечно, мы призываем Еще раз всех отнестись Сознательно и с пониманием К этим вынужденным ограничительным мерам Тем более, как я сказал Все ряд мер поддержки На федеральном и региональном уровне Для этих сфер будут предусмотрены Продолжаем передачу Теперь поговорим о том Какие ограничения предусмотрены Для лиц пожилого возраста Как им необходимо соблюдать самоизоляцию Что от них требуется По указу губернатора Согласно указу губернатора Обязаны соблюдать режим самоизоляции По месту жительства Либо по месту пребывания Фактического нахождения В том числе в жилых и садовых домах Размещенных на садовых земельных участках С 25 октября по 7 ноября Граждане в возрасте 65 лет и старше С 27 октября по 7 ноября Не работающие граждане В возрасте 60 лет и старше Не прошедших вакцинацию Против новой коронавирусной инфекции То есть граждане 65 лет и старше Соблюдают изоляцию И вакцинированные и не вакцинированные А граждане 60 лет и плюс И старше 60 лет и не работающие Те, кто вакцинирован Могут выходить на улицу Имея при себе документ удостоверяющий личность Справку о перенесении заболевания Либо QR-код Те, кто не вакцинирован Должны соблюдать меры самоизоляции Но при режиме самоизоляции Граждане вправе покидать места проживания В случаях, если им необходимо обратиться За медицинской помощью Если нужно приобрести какие-то товары Либо услуги Выполнить какие-то работы Это связано с посещением магазинов Например, если вы можете дойти до ближайшего магазина Можете совершать прогулки Если у вас есть домашние питомцы Вы можете домашних питомцев своих выгуливать Если у вас в ближайшем населенном пункте Есть свое хозяйство Есть какие-то животные, птица Вы можете тоже передвигаться в этих целях Для того, чтобы покормить птицу Либо своих животных Соответственно, для выноса отходов Для ближайшего места Там, где находится у вас Накопление отходов Для того, чтобы Если это сельская местность Да, набрать воды Куда-то к колодцам и водозаборным колонкам Если у вас есть пожилой Например, человек Будь то там, например, бабушка или дедушка Вы за престарелыми родителями ухаживаете До него вы можете тоже спокойно дойти Проведать его Посмотреть, как у него дела И вернуться обратно к себе Нам сегодня пришел вопрос Это женщина старше 60 лет Мама у нее старше 80 И она вот за ней ухаживает Ей для этого нужно пройти, грубо говоря, в соседний двор Такое, естественно, разрешается Да, она может посетить свою маму Но если, не дай бог, у нее Она находится на самоизоляции По контакту с ковидным, например, больным И она сама не может маму свою посетить Социальный работник обязательно поможет Просто по месту жительства В Центр социального обслуживания нужно позвонить И мы, конечно, обязательно поможем У каждого Центра социального обслуживания Телефончик в каждом районе у нас свой По всем телефонам, которые у нас указаны На сайтах, в наших социальных сетях Все телефончики действующие Можно звонить, оставлять заявочку Социальный работник обязательно к вам придет С 25 октября у нас возобновился свою работу Центра Добровольчества в рамках акции «Мы вместе». Также, как и ранее, заявочки можно оставлять по телефончикам 8 800 444 07 13. 8 800 444 07 13. Есть еще телефон горячей линии Общероссийского народного фронта. По нему можно тоже оставлять заявочки для того, чтобы волонтеры могли принести продукты, лекарства, ну или помочь в какой-то другой, может быть, помощи, которой вы нуждаетесь. Телефончик 8 800 234 11. 8 800 234 11. Может быть, медикаменты, продукты, предметы первой необходимости. Именно для лиц незащищенных категорий, может быть, кто-то один проживает, это пенсионеры, маломобильные граждане, инвалиды. Ольга Истерниева сообщила, что должны знать пожилые люди, неработающие, вакцинированные, отправляясь в город. Они должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, то есть паспорт, QR-код или справку о перенесенном заболевании. Особое внимание социальная служба области уделяет пожилым людям в стационарах, где нашли пристанище сотни пожилых людей. Как там проходит вакцинация? У нас вакцинация в учреждениях стационарных наших уже практически завершена. Наши проживающие практически на 100% в учреждениях привиты от коронавирусной инфекции. Единственное, кто имеет методвод или противопоказания, да, те, конечно, остаются невакцинированными. Вы сами знаете, что контингент у нас довольно пожилой, и многие имеют ряд хронических заболеваний, поэтому здесь у нас тоже риски остаются и есть. Некоторые уже готовятся к ревакцинации. Дополнительные меры, вы знаете, мы уже на третий год живем в таком вот режиме, эпидситуации такой непростой. Учреждения наши работали в закрытом режиме, две недели, через две недели в режиме карантина. Мы очень строго за этим следим. В связи с тем, что вот сейчас эпидпорог в некоторых районах начал расти, ежесуточная, да, с большим приростом, в районах, где это очень высокий порог, мы опять закрыли 11 учреждений, у нас сейчас работают в закрытом режиме вахтовым методом, две недели, через две недели сотрудники, а перед тем, как зайти на вахту, делают ПЦР-тесты, и если все благополучно, они заходят на смену, через две недели меняются. И остальные 20 учреждений работают в режиме карантина, без допуска третьих лиц учреждения. Председатель Комитета по социальной политике Ольга Евстигнеева сообщил о том, что жительница Стругокрасненского района Эмилия Полтухова, которая в мае исполнилась 102 года, сделала повторную прививку от гриппа. Эмилия Осиповна чувствует себя хорошо, жива, здорова, довольно общительно. Недавно привилась от гриппа, все у нее в порядке, уточнила Ольга Евстигнеева. Ну, теперь, я думаю, есть хороший повод послушать песню, посвященную нашим замечательным старикам. И так звучит песня «Дорогие мои старики». Остарели мои старики, Незаметно, как это бывает, И уже с чьей-то легкой руки Маму, бабушкой все называют. И все чаще тревожит отец, Хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, Чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую, Молодые мои старики, Мы еще, мы еще поварим. Вам обоим к лицу седина И морщинки лучами косыми. И я ваши возьму имена, Чтоб назвать ими дочку и сына. И глаза ваши станут светлей, И огня никому не задумать, Ведь внучат любят больше детей, Только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую, Молодые мои старики, Мы еще, мы еще поварим. Дорогие мои старики, Дайте я вас сейчас расцелую, Молодые мои старики Мы еще, мы еще поварю Постарели мои старики Незаметно, как это бывает И уже с чьей-то легкой руки Маму, бабушку все называют И все чаще тревожит отец Хоть и делает вид, что здоров Для меня нет дороже сердец Чем сердца этих двух стариков Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще поварю Дорогие мои старики Дайте я вас сейчас расцелую Молодые мои старики Мы еще, мы еще поварю ПЕСНЯ Вы слушаете «Утренний канал. Говорит Псков». Продолжаем передачу. Как известно, с 25 октября российские школьники были отправлены на досрочные каникулы. Это была вынужденная мера, заметил исполняющий обязанности председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Давайте начнем, наверное, с самого начала, поскольку на сегодняшний день у нас все школы в области на каникулах и, соответственно, классов на карантин в этих школах сейчас нет. Мы с вами буквально после недели вынужденного применения дистанционных образовательных технологий здесь же встречались и обсуждали действенность и эффективность той самой меры, которая была предпринята. И по выходу с недели дистанционки, если можно так сказать, у нас от 79 классов, которые были на карантине по причине заболеваемости коронавирусной инфекции, оставалось лишь 38. При всем при этом тенденция общеобластная и общероссийская по увеличению количества людей, которые, к сожалению, COVID-19 больны, она имела место быть и в системе образования. И на момент, который, наверное, на 22 число, у нас уже 83 класса было на карантине в 48 образовательных учреждениях по причине заболеваемости COVID. И 31 группа в 25 садах. То есть мы с вами можем констатировать, что спочку заболеваемости разорвать удалось, но при всем при этом тенденция к увеличению заболеваемости и увеличению количества классов, которые выходили на карантин по коронавирусу, у нас сохранялось и определенную тревожность вызывало. При всем при этом количество детей, которые по причине заболевания ОРВИ находились на карантине, оно приблизительно в стабильном таком количестве оставалось. У нас 10 классов было в 8 школах. И оставалось в том числе как по выходу с дистанта, так и перед объявлением каникул и 5 групп дошкольных учреждений. Количество педагогов, которые затронуло эту неприятную болезнь, тоже было немало. И 59 учителей у нас, не считая контакта в 27 школах, были больны COVID на 22 число. При всем при этом, если статистику приводить на сегодняшний день, то мы, наверное, чтобы никого не путать, должны упомянуть лишь дошкольные группы. На сегодняшний момент 22 группы находятся на карантине в области в 20 садах. И 5 групп по причине заболевания ОРВИ. И 13 учителей на сегодняшний день больны COVID. То есть это количество уменьшилось. Организации дополнительного образования, они функционируют, скажем так, самостоятельно. Это у нас центры творчества, засуговые и так далее, чтобы было понимание в общем и целом. Так-то они и называются учреждения дополнительного образования. Там, где только подобные программы реализуются, их деятельность приостановлена до 7 числа, то есть до периода окончания нерабочих дней, и до 25-го также это деятельность приостановленная. Таким образом они сегодня не функционируют. Давайте я, наверное, пробегусь вкратце, чтобы мы вообще картину понимали. Школы на каникулы с 25 по 3, при этом учреждения среднего профессионального образования, как и высшего, они у нас с 25 по 30, соответственно, на дистанции. То есть мы понимаем, что образовательный процесс идет в применении дистанционных образовательных технологий. С, скажем так, началом у нас уже нерабочих дней, все ребята также выходят на каникулы. Соответственно, образовательный процесс до 7 числа будет приостановлен. При всем при этом нам была организована работа дежурных клуб в учреждениях дошкольного образования. Здесь, наверное, стоит отметить, что, учитывая эластичность тех мер, которые были предприняты на уровне области, для всех родителей, которые работают точно в настоящий момент, возможность посещения дошкольной группы и их детьми предусмотрена. Особая тема дошкольные учреждения в период каникул. Журналисты поинтересовались у Андрея Ермакова, как будут формироваться дежурные группы, и что делать в таком случае самозанятым родителям? На сегодняшний день я вот уже коротко об этом сказал. Для родителей, которые работают точно, эти группы доступны, мы понимаем, что у нас есть целая, достаточно обширная категория лиц, которые в настоящий момент переведены на дистант решения работодателей. Это порядка 30% у нас по области. Плюс к тому, отдельно взятые сферы, которые так или иначе на сегодняшний момент либо трудятся дистанционно, например, речь идет о том же СПО, либо об учителях, которые находятся на каникулах. И в этой связи для того, чтобы сократить количество социальных контактов, этим родителям была предоставлена возможность как раз-таки ребят забрать и с ними уехать на дачу или остаться дома в кругу семьи, провести это время и не водить их в детский сад. При всем при этом для всех работающих, еще раз повторюсь, это возможность предоставлена. И мы понимаем прекрасно, что у нас в период ограничений, которые сегодня приняты, количество детей в садах совокупно составляет порядка 35% от стандартной численности. Но в отдельно взятых группах, опять же, ввиду вот такого распределения занятости родителей очного или дистанционного, ребята могут даже в стандартном режиме друг друга видеть все те же, кто посещают и в обычный период эти группы. При этом у нас есть обращения от родителей, которые, ну, локально, там порядка пяти подобных обращений, которые видят группу стандартно функционирующую и задают вопрос, почему к нам не подселили соседей, образно говоря. Так вот, уважаемые коллеги, хотелось бы еще раз подчеркнуть направленность тех мер, которые приняты. Мы стремимся ограничить социальные контакты. И если у вас группа посещает не 25 человек, например, а 14, соседнюю тоже посещает 14, это не значит, что образовательное учреждение будет объединять эти группы для того, чтобы создавать, опять же, достаточную плотность, да, среди ребят и так далее, и всех родителей отправить в одну раздевалку отводить и встречать своих детей. Цель как раз-таки другая. Поэтому там, где группы чуть менее плотно наполнены на сегодняшний день, в этом нет ничего страшного, и не надо расстраиваться тому, что вы не видите там ребят из соседней группы, с их родителями вместе с собой. Это еще один инструмент разобщения. При всем при этом даже каникулы, которые централизованно объявили в образовательных организациях области, мы призывали, наверное, использовать не только как инструмент и возможность отдохнуть от образовательного процесса, но прежде всего как возможность позаботиться о здоровье себя и своих близких. С тем, чтобы не проводить это время в торговых центрах, в местах большого скопления народа, более того, мы знаем, что все упомянутые места, они доступны для посещения несовершеннолетними только в сопровождении родителей, которые имеют соответствующий сертификат вакцины. Итак, всех нас волнует вопрос, когда же закончится эпидемия, мы вздохнем полной грудью. Что на этот счет говорят ученые и медики? Вот такое вот у них общее мнение, что пандемия коронавируса в России закончится в 2022 году, предположительно в конце лета. Это прогноз. Когда эпидемия замедлит распространение свое до минимальных приемлемых масштабов. В мире эпидемия коронавируса будет окончена, когда Всемирная организация здравоохранения, объявившая ее начало 11 марта 2020 года, сообщит о завершении коронавирусной угрозы. Важно помнить, что пандемия закончится, а коронавирус останется с нами на долгие годы. Как и другие сезонные вирусы, независимо от иммунитета, как коллективного, так и индивидуального. И сертификата вакцинации лишним не будет еще довольно долго. Вообще мы, разумеется, понимаем, насколько сложен данный вопрос для любого биолога, эпидемиолога, главного врача, даже министра. Тем не менее, вопрос этот совсем не праздный. Ответ от него необходим десяткам и сотням тысяч россиян, жителям других государств. От него зависит множество важных и не очень важных решений. Покупать ли еще маски, собираться ли в отпуск, сворачивать ли бизнес или разворачивать новый. Ну что же, дождемся 2022 года. А мы продолжаем передачу, переходим к новому сюжету. В Усвятах завершились археологические раскопки на территории древнего городища. Недавно этот поселок отметил свое тысячелетие. В летописях Усвяты упоминаются по 1021 году. Но вероятнее всего на этом месте, очень удобном в географическом отношении, и в стратегическом тоже, люди стали селиться гораздо раньше. Что же показали раскопки? Спросим об этом у руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела славяно-финской археологии, Института истории и материальной культуры Российской академии наук, Ивана Еремеева. Скажите, точка поставлена или еще будут продолжаться раскопки? Ну, раскопки, конечно, будут продолжаться. То есть закончен проект, формально административно-финансовый. Что нового появилось в понимании того, как был основан Усвят? Когда были основаны Усвяты? Вообще что-то изменилось в представлении начальной истории вот этого места, вот этого поселка? Ну, летописное упоминание Усвята, оно такое достаточно спорное. Дело в том, что не в повести временных лет, вот не в новгородской первой летописи, а в древнейших русских летописях, упоминания Усвята нет. Он упоминается только в летописях новгородской Софийской группы. Это уже 15 века своды. И вот это известие о Витебске и Усвяте, оно не вполне понятно, откуда было взято вот этими поздними летописцами, поздними авторами. Поэтому оставалась такая вот неясность, досмысленность. И было непонятно, может быть, уже в литовский период с какими-то политическими целями это известие было добавлено в источнике. То есть в первую очередь надо было понять, что действительно археологические данные сопоставимы вот с этим летописным известием 1021 года. И это удалось проверить, сопоставить, и выяснилось, что да, археологические материалы, они подтверждают вот это вот летописное известие. Вот это самый главный вывод, самый главный результат. То, что действительно на рубеже 9-10 века у святых были уже крупным поселением, торгово-ремесленным поселением. Они уже имели какие-то укрепления. Была наиболее престижная часть укрепленная поселения, где обитали выходцы из Скандинавии, которые имели какие-то торговые связи, обширные практически с областями халифата, там найдена вот ставка в перстни с арабской надписью, и с Византией. Есть Византийская монета, Медный Фолис. То есть он не уступал вообще-то по значимости и по размерам Пскову тогдашнему? Нет, конечно, так ставить вопрос нельзя. Псков был крупнее, несомненно. И, по крайней мере, вот пока археологические материалы не дают основания для такого вывода. Но это был крупный городской центр. Возможно, что со временем, когда он проведет более серьезные археологические исследования, можно будет сравнивать в какой-то момент, допустим, для середины X века, второй половины X века. Может быть, Псков вполне может сравнить с Усвятой. Пока мы этого не знаем. То есть через Усвяты шли потоки товарные из Ближнего Востока, из халифата в Европу? Так надо понимать. Ну, нет. Скорее всего, это все-таки такой пункт на пути между Киевом и Новгородом. Эти пути были административными и торговыми. Должна была бы существовать цепочка княжеских резиденций. Мы знаем, что, собственно, от Верюри Калича они постоянно курсировали между двумя этими центрами. Конечно, это была целая сеть. Были какие-то усадьбы, которые служили административными центрами и такими путевыми дворцами. А вокруг вот этих усадеб возникали уже торговые поселения, ремесленные поселения. Куда стягивались наиболее предприимчивые современники. И уже заводили свои дела. Какие находки были обнаружены, которые свидетельствуют о роде занятий? Там что-то производилось? Ремесленные какие-то ряды были? Много, очень много обломков тиглей, например. То есть бронзолитейное производство, ювелирное. Там повсюду, где ни копни, везде встречаются фрагменты тиглей, например. Вот на посаде их особенно много. Вот у нас был небольшой раскоп в 2013 году. И там на площади 36 квадратных метров, ну, вы можете себе представить, совсем небольшой раскоп, найдено 600 фрагментов тиглей. Что делали ремесленники? Какие изделия производились там? Ну, насколько можно судить пока, это в основном вот на местный рынок ориентированная продукция. То есть украшения для кривического населения, верхнего падения, верхнего поднепровья. Ну, мы не знаем, как далеко расходилась эта продукция. Вот. Но в поднепровье, конечно, существовал Гнезовский центр, который, видимо, обеспечивал там рынок. А вот здесь, в верховье Хловоти, на правом берегу западной длины, видимо, эту роль играл у свят. То есть украшения ювелирные, серебряные, так, надо думать, были? В основном бронза. В основном бронза. Про работу с драгоценными металлами мы пока ничего не можем сказать. А оружие какое-то было? Находили останки? Ну, понятно, что не мечи там, но какие-то фрагменты. Ну, есть довольно много кольчужных колец, есть наконечники стрел, разные скандинавские, очень такого высокого качества нацитовидные стрелы. И есть поплоше, попроще, такие вот двушипные, втулчатые наконечники, которые считаются восточноевропейскими или славянскими типами вооружения. Вот при каких обстоятельствах они могли оказаться на территории? Во время войны? Или просто кто-то обронил, какой-то брак в работе был оставлен? Ну, мы знаем, там были пожары. Уже вот на рубеже X-XI века был какой-то крупный пожар, с которым, собственно, и связаны вот эти стрелы. Но каких-то вот таких явных следов военных действий пока мы не нашли. То есть очень часто, вы знаете, вот при раскопках мест сражений находят, например, деформированные стрелы, которые от удара согнулись, у которых кончик там как-то обломался. Такого нет. Вот наши находки, они целы. Может быть, просто утеряны. А вот скажите, следы христианств соблюдаются у святых? Или еще языческие какие-то остались? Еще верования в местных жителей? Что можно сказать об этом? Ну, вот я говорил о том, что найдены такие отчетливые следы при павлане скандинавов. Но вот как раз предмет, связанный с язычеством, они связаны с Северной Европой. У нас в прошлом году была находка амулета, молоточка Тора. И в этом году еще одна находка такого же амулета. Понятно, что это специфические такие предметы. Они имели значение и смысл только для тех, кто был как-то связан вот со скандинавской мифологией языческой. Для Кривичей эти вещи ничего не говорили. Так что, вот, ну, кроме того, исследована часть языческого микрополя с трупосожжениями, остатки курганов. Но это было еще вот в 19-м, 20-м годах. Иван Игоревич, какая самая интересная находка на ваш взгляд были? Или находки уникальные в чем-то? Вот совсем уникальных находок, конечно, у нас не было. То есть это все-таки вещи достаточно распространенные для ранней древнерусской культуры. Но я бы, наверное, назвал вот ставку в перстень каменную с арабской надписью. Это, конечно, большая редкость. Ну, может быть, комплекс древнерусских вислов-печатей. В этом году у нас четыре печати. Конечно, для усвят это впервые найдено. Именно в Роскопе. Это говорит о том, что был какой-то архив. А там обозначения есть? Какие-то отиски на печати? Можно определить, кто прислал? Да, конечно. Ну, вот, дело в том, что мы еще только приехали. У нас даже коллекция не распакована. Одну печать я могу определить. Она такая достаточно характерная самая. Это печать Ифросиньи-Поводской. И три княжеские печати, которые пока еще надо определять. Исследовать. Ну, что ж, в следующем году археологи снова, наверное, приедут в Усвят. И мы тоже расскажем о том, какие будут сделаны находки. Меня особенно, например, интересуют находки, связанные с пребыванием на этой территории викингов или норманов. Их там по-разному называли. Итак, у меня все. Доброго всем дня. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова